Буквы были словно живые. Они то и дело перебегали с места на место, меняя поэток слов и предложений. Юный герой сказки Папотека все никак не мог прочесть договор проката. А на прокату странного господина «Будь благодарен Бенджамина» он брал нового папу. Точнее, менял на своего, которого в один ужасный день разлюбил и убежал из дома. Текст очень интересный. Авторы этого мы не знали. Стали разбирать текст. Он и с юмором, и немножко грустный, и поучительный. И дочке очень понравилось. Ну, как текст разбирают. Ищешь главную мысль, находишь характер. И как раз для третьего класса, по-моему, это та самая атмосфера. 17 февраля во Дворце детского творчества мама и дочки из разных школ Сарова читали два произведения. Сказку Анны Никольской «Папотека» и рассказ Александра Раскина «Как папа был маленьким». Я раньше не знала такого автора. Мне очень понравился текст. Мне понравилось само содержание, потому что оно рассказывало про детей, которые сейчас, в 2021 веку живут. В прошлом году очно успели провести только три чтения вслух. В январе, феврале и марте. Затем мероприятие из-за пандемии проводили онлайн. И вот, наконец, постепенно проект «Читаем вслух» возвращается к традиционному формату. И читали в зуме. Это было зрелище, конечно, тягостное, потому что зум, потому что удаленка, потому что нет этого куража, нет этой энергетики. И сегодня у меня праздник, у меня большая радость. Я когда видела лица, глаза детей, взрослых, слушала их живое чтение, я испытывала огромное удовольствие и счастье. По проекту успели соскучиться многие. Читали произведения про папого дворца детского творчества «27 пар». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.